В приоритете нацпроекты. Новый полпредпрезидента приехал в Дагестан. В новом статусе впервые. 130 учителей-миллионеров. Именно столько педагогов направится в сельскую местность по программе «Земский учитель». Основы основного закона меняются. На неделе поправки в Конституцию обсудили дагестанские депутаты. Поддержавших и воздержавшихся увидели наши корреспонденты. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. На неделе в Дагестан в новом статусе прилетел Юрий Чайка. Полпредпрезидента ВСКФО в аэропорту столицы встретил глава региона Владимир Васильев. Затем прошло совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития республики, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Отметим, что Чайка в статусе полпреда президента ВСКФО в Дагестане впервые. После официальной части чиновники лично наградили ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы. 130 учителей отправятся работать в села и получат по 1 миллиону рублей. Федеральный центр также направил на реализацию программы «Земский доктор» в Дагестане 80 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев. По его словам, в связи с получением дополнительных субсидий в текущем году в селах республики будут трудоустроены 130 педагогов. При этом он отметил, что на эти цели в прошлом году было выделено 50 миллионов рублей, и 50 учителей уже направили работать в сельскую местность. Напомним, принять участие в программе могут педагоги со стажем не старше 50 лет, проживающие в Дагестане или за его пределами. Вносятся поправки в Конституцию. Нижняя палата Российского парламента и Совет Федерации их уже одобрили. Однако некоторые пункты основного закона страны уже успели вызвать разноголосый резонанс в обществе. Многих смутило и обнуление президентских сроков, и формулировка о языке государствообразующего народа. Как дагестанские эксперты отреагировали на поправки, расскажет Патимат Ханапова. Госдума одобрила Совет Федерации тоже. Теперь поправки к основному закону должен поддержать народ. Россиянам предстоит решить, стоит или нет вносить в Конституцию 1993 года около 200 поправок. Они должны закрепить в основном законе меры соцподдержки, верховенство российского права над международным и новые требования к президенту и чиновникам. Это лишь часть изменений. Я, конечно, тоже приветствую статьи, так называемые социальные, которые связаны с гарантиями повышения пенсии и с гарантиями обеспечения минимального размера оплаты труда в соответствии с промежиточным минимумом. И вообще вот этот блок социальной статьи, касающийся укрепления семьи, и касающейся поддержки семьи, и воспитания детей. Естественно, для Дагестана эти статьи будут близки, и они будут сказываться даже положительно, я думаю, и чисто, как говорится, в бюджетных средствах, которые будут выделяться. Я приветствую статью, например, запрещающую должностным лицам иметь там двойное гражданство или вид на жительство, а также иметь вклады в иностранных банках. Закрепили в Конституции понятие о языке государствообразующего народа. Некоторые общественники считают, что такая формулировка противоречит принципам демократического федеративного государства. Эксперты посчитали, что неправильное оттолкование поправки в будущем может привести к обострению межнациональных проблем. Основу государственности закреплять и давать какому-то народу, языку, прилегативу. Выделять какой-то народ смысла не было. Ушемления русского языка нигде не было. Наоборот, мне кажется, русский язык проник в жизнь всех малых народов гораздо больше, чем даже русский народ сам думает. Наибольший интерес в обществе вызвала поправка об обнулении президентских сроков. Она позволяет главе государства Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Такое изменение эксперты восприняли также неоднозначно. Некоторые опасения вызывает слишком большая централизация власти в руках одного человека. Несмотря на то, что вроде бы даются теперь права, дополнительные права и полномочия Государственной Думе и Совету Федерации по назначению некоторых лиц. В минусе то, что вот эта вот единая централизованная система управления, она уже сейчас дает сбои. И для того, чтобы она эффективно функционировала, нужны гораздо больше усилий, чем те, которые сейчас предпринимаются. Ряд изменений в Конституцию был отклонен. В том числе нашумевшая поправка о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом. Было отказано и в предоставлении Госсовету полномочий выбирать президента, а также поправка о досрочных парламентских выборах в 2020 году также был отклонен. Патимат Ханапова, Мусас Алгиреев, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ. Дагестанские депутаты одобрили поправки в Конституцию России. Этот вопрос стал единственным в повестке дня внеочередной сессии Народного собрания Махачкале. Изменения касаются почти всех сфер жизни – политической, социальной и экономической. Что именно должно поменяться в основном законе страны, расскажет Зумруд Гамидова. Одобренные Госдумой о поправке затронут шесть глав Конституции. Самыми важными, по мнению парламентарьев, станут те изменения, которые касаются нашего суверенитета, как правового, так и территориального. Также перемены коснутся государственного устройства и ряда социальных гарантий, которые будут зафиксированы в основном законе впервые. Поправки в основном закон призваны заложить основу для стабильности и провести силы в движение нашей страны вперед на многие-многие годы. Мне представляются очень важными слова президента страны Владимира Владимировича Путина. Практикально важно, чтобы обновленные Конституции объединяли в ней независимость от практических рядов, уровня обеспеченности, регионов проживания, национальности и религиозных исповедания. Депутаты озвучили наиболее существенные изменения. Например, новые поправки гарантируют мрот на уровне прожиточного минимума. Также предложено закрепить норму о регулярной индексации пенсии в соответствии с федеральным законодательством. Русский язык получит официальный статус на всей территории страны, как язык государства образующего народа. Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах. По мнению политиков, нынешнее экономическое положение в стране подтверждает своевременность появления социальных гарантий для россиян. Это еще одно новое положение уравняет минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом. Теперь все эти нормы навсегда становятся конституционными гарантиями и страховкой того, что уровень жизни не может получаться. А вот дагестанские коммунисты отказались поддержать поправки Конституции. Лидер партии КПРФ Махмуд Махмудов в своем выступлении отметил заинтересованность отдельных политических сил в столь быстрой реформе Конституции страны. Глава фракции коммунистов считает, необходимо внести только те поправки, которые гарантируют простому народу право на достойную жизнь. Мы считаем, что если всерьез отнестись к изменению курса возрождения нашей страны, надо провести капитальные ремонты уголовных направлений. Это предпись его финансо-экономической, социальное обеспечение граждан, а это представление поправков не просматривается. Обращаясь к Махмудову, спикер парламента Кизриших Саидов призвал его следовать интересам республики. Председатель парламента заверил, что все поправки повлияют на жизнь людей положительным образом. Поправки к Конституции касаются двух основных блоков. Это закрепление социальной гарантии граждан и изменение структуры и функционирования власти. И главный смысл обязательства государства сделать все, чтобы повышать благосостояние людей. Депутаты большинством голосов поддержали закон о поправках Конституции. 72 депутата высказались «за», 6 воздержались, в том числе члены фракции коммунистов. Впереди голосование в других регионах, но окончательная судьба поправок должна решиться 22 апреля, во время общероссийского голосования. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, телеканал «ННТ», Махачкала. Только до 10% дагестанских семей могут позволить себе жилье в кредит. Дагестан оказался в списке регионов, жителям которых сложнее всего выплатить ипотеку. Об этом свидетельствуют исследования РИА Новости. Аналитики оценивали доходы семей, процентные ставки ипотеки при внесении 30% предоплаты и покупке квартиры на 60 квадратных метров. По данным социологов, республики зарабатывают в среднем 23 тысячи рублей. На эти деньги дагестанская семья, по мнению московских специалистов, может позволить себе разве что малосемейку площадью 29 квадратных метров. Вместе с тем выплачивать кредит стало легче. Дагестанцы, имеющие ипотечный кредит, могут воспользоваться ипотечными каникулами, если оказались в трудной жизненной ситуации. Ипотечные каникулы – это отсрочка, погашение суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам. В 2019 году в банки обратились более 15 тысяч человек, решивших воспользоваться этой льготой. Из общего количества рассмотренных заявок 60% были удовлетворены. Однако есть причины, по которым кредитные организации могут отказать в ипотечных каникулах. Закон об ипотечных каникулах в России заработал уже прошлым летом. Крым и Дагестан свяжут новым железнодорожным маршрутом. Пассажирские поезда начнут курсировать уже с 2021 года. Сообщение будет организовано по новому Крымскому мосту. Для этого закупят новые составы, а годом ранее уже были приобретены 10 локомотивов. Кроме того, как рассказал директор федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, изучаются варианты связи еще с четырьмя городами России. Уже летом 2020 года федеральная компания запустит поезда из Грозного. Строительство духовного центра имени пророка Исы «Мир ему» продолжается. Принять участие в реализации масштабного проекта приезжают люди из разных уголков Дагестана. В стороне не остаются и представители власти. Кто приехал в духовный центр на этот раз, знает Хамзанур Магомедов. Внести свой вклад в благоустройство территории, прилегающей к духовному центру, приехав из Риших Саидов. Приседатель Народного собрания республики вместе с коллегами посадил магнолию в Народной аллее. Для гостей провели экскурсию по облагораживаемой территории. Хазри Ших Саидов сам ограном в прошлом, поэтому оценил организацию работы профессионально. На все вопросы они дали квалифицированный ответ, и всё делается правильно, своевременно. Я думаю, инжалла, эти деревья вырастут, и здесь будет красота такая, что все будут стремиться переехать, жить вот ближе к этой аллее. Народная аллея тянется от строящейся мечети до берега моря. Это около 1500 метров. На территории уже посажено более 2000 саженцев. По словам проектировщиков, помимо разнообразных деревьев, здесь будут также расположены фонтаны и качели. Людям создадут все условия для приятного семейного отдыха. Мы здесь будем гулять, воспитывать своих детей, заниматься спортом, физкультурой. И, конечно, обязательно будем ходить, молиться в эту замечательную, самую большую мечеть в нашей стране. Это память о дагестанском народе. Поэтому мы благодарны тем, кто проявил эту инициативу, поддерживаем и будем всячески способствовать, чтобы это было самое красивое место в нашей республике. Сердце духовного центра – мечеть. Сейчас завершается заливка бетонных перекрытий. Скоро приступят к монтажу конструкции каркаса, на который будет крепиться кровля. Полностью завершить строительство духовного центра планируют в 2025 году. Ежедневно сюда приезжают группы добровольцев из разных городов и районов республики. Каждый стремится принять участие в этом благом деле, финалом которого должно стать историческое открытие самого крупного духовного центра Кавказа. Давайте вместе строим духовный центр! Хамзанур Магомедов, Рашид Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. На неделе министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов рассказал журналистам, что Минздрав региона запустил горячую линию по вопросам коронавируса. Глава ведомства подчеркнул, что своими симптомами новый вирус очень напоминает обычный грипп. И в зоне риска находятся пациенты, болеющие хроническими заболеваниями, люди преклонного возраста и те, у кого слабая иммунная система. Джамалудин Гаджи Ибрагимов также отметил, что особенно опасен он для пожилых людей. Министр призвал жителей республики воздержаться от зарубежных поездок из-за распространения новой инфекции. И напомнил о важности соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки, ограничить участие в массовых мероприятиях из-за сезонного гриппа, симптомы которого трудно отличить от коронавируса. А если все же предстоит поход в места массового скопления людей, нужно не стесняться использовать индивидуальные маски. Министр сказал, что медицинские организации республики готовы к наплыву больных с признаками новой инфекции и заверил, что медучреждения полностью обеспечены всем необходимым и противовирусными препаратами и расходными материалами. Практически во всех больницах проходят учения, прорабатываются вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание. Все интересующие вопросы по поводу нового вируса жители региона могут задать по телефону 67 15 99. Отвечая на вопросы о наличии генетических и иммуноферментных тестов, которые помогают определить наличие коронавируса у потенциального больного, министр отметил, что у нас в республике они имеются, и на сегодняшний день их достаточное количество. Создана горячая линия на базе Дагестанского центра медицинских катастроф для граждан, которые побывали в получних регионах, у которых возникают такие вопросы. И номер телефона 67 15 99. По данному телефону наши граждане могут обращаться и получить необходимую информацию. Практически во всех медицинских организациях проводится учебник. Каспийский, Каратаркенский район, Калькенский район, Ервенский район. Существование одного из крупнейших естественных водоемов Махачкалы под вопросом. Живописные пейзажи озера Агель, бывшего всегда визитной карточкой столицы Дагестана, могут безвозвратно уйти в прошлое. Экологические проблемы, копившиеся годами, поставили водоем на грань выживания. Что делается для того, чтобы не произошло непоправимое, узнавала наш корреспондент Уизара Джабу. Чтобы посмотреть, каким было озеро Агель, маленькую Еву сегодня привели в музей города Махачкалы. То, что озеро на картине художника еще не окружено бетонными джунглями, девочке верится с трудом. Мертвые толстолобики, карпы и сазаны – это уже печальная картина нынешней действительности. Итог варварского отношения к природе, халатности и ненасытности взрослых. Водная жемчужина города превращается в мертвое море. Рыба как будто пытается безуспешно уплыть прочь из когда-то родной стихии. Ведь чистые воды остались теперь только в памяти и на холсте. Я помню, что озеро у нас доходило буквально до Балясин. И в такую ветреную погоду, практически там иногда даже до музея, от таких больших волн мы могли наблюдать брызги. Только человек мог сделать так, что озеро, которое, в общем-то, по факту в природе бывает круглым, а круглым, оно сейчас у нас, если смотреть вид сверху, оно стало прямоугольным, то есть оно обрело угол. Когда-то с пустым садком отсюда никто не уходил. Сегодня вместо рыбаков свои железобетонные сети кидают в застройщики. Во многом благодаря им единственный чистый источник – обновление воды в озере. Река Толгинка оказалась засыпана. Потому и рыбаку со стажем Алибеку здесь ловить теперь нечего. Максимум, что попадается на крючок – мусор датино. Вот вы видите, посмотрите вот туда, уровень воды, которая была здесь. Вот это видно кое-что. А сейчас почти на два метра ушло вода. Воду очищал фильтр. Там мощный природный фильтр, камыш. Он очищает воду. Здесь типа мидии есть ракушки крупные. Они все тоже погибли. За последние два десятка лет площадь озера сократилась почти в два раза. Распроданной оказалась не только прилегающая территория, но и само зеркало водной глади. Часть озера, которую планировали осушить. Оказалось, что по букве закона озера здесь будто бы и не было. Включить водоел в федеральный реестр водных объектов удалось только в прошлом году. По словам министра природных ресурсов, на сегодняшний день для решения проблемы очистки и восстановления озера необходимо около 24 миллионов рублей. Если мы направляем туда канализационные стоки и ставим туда очистные сооружения и будем подпитывать озеро Агель в день 100 кубов воды будем направлять, то приблизительно на это нам надо 24 миллиона рублей для того, чтобы установить очистные сооружения. Если мы будем направлять трубу канала Октябрьской революции, то сегодня мы считали 7 километров трубу надо туда провести. Вот мы почему определили саму границу озера, потому что не было границы озера, спокойно можно было засыпать. И кроме этого, когда мы взялись за это озеро Агель, вот эта водная гладь есть сегодня, она была распределена полностью под земельные участки. Там были катастроевые номера по строительству домов. Полностью озеро? Полностью вот это озеро. Не как водный объект, а как земельный участок распределяли. Потому что он не был в водном реестре Российской Федерации. Мы, Министерство природных ресурсов и экологии, включили его туда. В прошлом году мы его включили туда. Вот представьте, в центре города озера... До прошлого года она не была зарегистрирована в водном реестре Российской Федерации. И в течение 20 лет его засыпали, 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 выдавали разрешение с администрации по строительству домов. Агель – живописная картина наяву или большая лужа с нарушенным экологическим балансом и туманными перспективами? Как же так получилось, что уникальный природный объект теперь на грани исчезновения? Неужели он останется для будущих поколений только пятном на старой карте или образом на картине в музее? Вопрос по-прежнему открытый. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Мусас Салгиреев. Новости ННТ. Махачкала. Грязь, лужи и слякоть. Жители микрорайона Пальмира, проживающие на 11-й линии, никак не дождутся обещанного асфальта. Дорогу затапливают водой уже который год подряд. Но власти не спешат включать ее в список подлежащих ремонту. Жители пытаются решить проблему своими руками, засыпают ямы песком и гравием, но этого хватает ненадолго. О том, почему улица не попала в число безопасных и качественных дорог, и по какому принципу формируется реестр, узнавали мои коллеги. История с улицы 11-я Пальмирная тянется уже несколько лет. Такие наводнения здесь обычное дело. Затапливают ее не только по весне, но и летом, после крупных дождей. Здесь вовремя дождей невозможно пройтись даже в сапогах. Детям на руках выносим. Здесь страшно, можно сказать, здесь. Здесь единственный человек, который нам помог, это сосед. Все, правда, простоял, чтобы более-менее пройтись. А также здесь ливни, дожди. Не стоит, что здесь пройтись даже. В сапогах невозможно. Осталось привезти лодку нам. По очередности приоритета в улице занимает далеко не первое место. Поэтому в план капитального ремонта она не попала. Хотя обещали включить. Но кроме обещаний, жители за эти несколько лет так ничего и не дождались. Вот все бумаги, то, что на мои запросы, которые были переданы через главу республики, на погорячей линии, все есть ответы. Но действий никаких нет. Изменений нет. Вроде бы, если так задать вопрос, да, налог за землю мы платим, имущественный налог мы платим, спрашиваются, а куда эти деньги уходят. В контролирующих органах нам объясняют. В Махачкале улиц, требующих ремонта, около двух тысяч. И провести работу вмиг на всех этих объектах не предоставляется возможным. Все, как и всегда, упирается в бюджет, а он ограничен. Поэтому ежегодно приходится выбирать из огромного списка, сортируя улицы по степени важности. Чаще всего в список БКД включаются улицы, которые находятся в центре города, ближе к больницам, школам, то есть густонаселенные участки. А те улицы, которые остаются на периферии, как бы про них не забывают. Но первоочередные по критериям, когда выбирают, выбирают улицы, которые находятся в центре города Махачкалы, для того, чтобы дать какой-то импульс развитию центральной части города Махачкалы. Кроме того, на этой улице отсутствует канализационная система. Эту проблему назвали нам в УЖКХ одной из основных причин, по которой улица не была включена в список. По условиям проекта, безопасные и качественные дороги, прежде чем проложить асфальт, важно, чтобы все ресурсоснабжающие организации провели необходимые работы. Смотрите, у нас есть такая проблема, что касается отведения источных вод на данной улице. В общем, на садовую товарища Пальмира проложить асфальт, где еще не обустроено отведение источной воды. Мы не можем провести эту работу, потому что это будет сделана работа просто на ветер. Постоянные дожди, потоки, что в последующем приведет к разрушению асфальтобетонного покрытия на данной улице. Нюансов много, однако от этого людям не легче. Проблемы копились годами, часто вагоны оказывались впереди паровоза. На улицах без освещения и канализации вырастили поселки, которые на карте – город, а по факту сельская местность, где нет всех необходимых городских коммуникаций, о которых должны были раньше позаботиться чиновники. А теперь размытая дорога, как и размытая система ответственности не дают ни проехать, ни пройти. Будем надеяться, что жителям этой улицы не придется ждать обещанного еще три года. По поводу улицы Пальмира мы уже выезжали на данную улицу, видели, что улица на самом деле нуждается в реконструкции. Пофоткали ее, занесли на карту убитых дорог, отправили на сегодняшний день данную улицу в управление жилищно-коммунального хозяйства. И я думаю, к 2021 году ее включат в список, потому что на сегодняшний день списки 2020 года уже сформированы, и они опоздали, то есть не попали в этот список. Они будут включены в 2021 год. По крайней мере, мы постараемся и еще раз дополнительно попросим, чтобы данную улицу включили в список 2021 года. Патимент Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Фонд «Имама Шамиля» подбыл итоги деятельности за 2019 год и обозначил приоритетные задачи на текущий. Мероприятие прошло в Северо-Кавказском гуманитарно-многопрофильном колледже в Махачкале, названном именем лидера национально-освободительной борьбы народов Дагестана. В обсуждении приняли участие не только члены культурно-исторического общества, но и общественники. Место проведения мероприятия выбрали не случайно. Это первый в России колледж, который носит имя великого общественного и религиозного деятеля «Имама Шамиля». Переименовали учебное заведение в прошлом году. Поэтому оно имеет воспитательное значение, я считаю, для молодежи нашей, чтобы мы помнили историю наших предков. Шамиль – велик и могучий. Шамиль – это первая визитная карточка Дагестана во всем мире. Не было бы Шамиля, не знали бы так достойно, как сегодня нас знают все правильно, храбрыми, мужественными и так далее. За прошлый год послам руководителя фонда проделана большая работа. Были организованы филиалы в разных регионах. Прошли многочисленные встречи с молодежью. Главная цель фонда – духовно-нравственное воспитание молодежи на основе примеров из жизни шейха Шамиля. Нужно, чтобы люди помнили, кто сохранил религию в Дагестане и заложил основы мира, считают организаторы фонда. Мы открыли три филиала – это Калуги, Туле и Москве. Также у нас на готове открытие филиала Турции, Республики Турция. Рассматриваем вопрос открытия филиалов Украина, Саудовская Аравия, Египет. Помимо отчёта за прошлый год и задач на текущие, на совещании также обсудили социальные проблемы, конечно же, предлагая возможные пути их решения. Среди участников собрания были представители Общественной палаты Республики, руководители политических партий и общественных организаций региона. Безработица Республики, в первую очередь, которая сегодня присутствует, чехарда с кадровыми вопросами, которые сегодня существуют в нашей Республике. Эти и другие все вопросы сегодня здесь будут затрагиваться, и мы решением сегодняшней конференции всё это доведём до руководителя Республики, главы Республики Васильева Владимира Абдуллаевича. Впереди конструктивная работа и масштабные планы. Насколько жизнеспособными и реализуемыми окажутся многие высказанные предложения, покажет время. Хамзанур Магомедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дербенте найдено средневековое строение. Жители самого древнего города России теряются в догадках по поводу его предназначения. Стены, циркульный свод, проходы и помещения были обнаружены в ходе несанкционированных земляных работ по рытью котлована на территории могальной части города. На кладке строения имеется известковый раствор, а на своде сооружения традиционное покрытие – кира. Ученые пока не могут точно определить назначение строения, однако конструкция не является подземным проходом, как подумали сначала жители. Найденный объект находится ниже древней Джума-мечети, близ которой проходила поперечная городская стена. На данный момент земляные работы остановлены. О находке сообщили руководство агентства по охране культурного наследия Дагестана. Судя по формату кирпичей, обожженных, из которых сложены эти стены, помещения, мы можем сейчас весомо полагать, что эти сооружения или это сооружение относится к домонгольскому периоду истории Дербента. По формату кирпича, скорее всего, XI-XII века. Утро у жителей Дербента началось с зарядки. Масштабную акцию на крепости Нарын-Кала провели представители проекта «Трезвая Россия», муфтията республики, а также именитые спортсмены, общественные и политические деятели и молодежь города. Спортивная акция пришла с горожанам по душе. Зарядка на свежем воздухе придала им бодрости. Представитель проекта «Трезвая Россия» Шамиль Алиев отметил значимость мероприятия. По его словам, утренняя зарядка позволяет держать организм в тонусе целый день. Ощущение бывает такое, что все вокруг остановилось. Для организма то же самое, нужно заряжаться. Поэтому давайте, если мы каждое утро будем 5-10 минут для себя делать зарядку, то мы и болеть не будем, и продолжительность жизни тоже у нас увеличится. После комплекса выполненных упражнений участников масштабной акции ожидал километровый бег по парку, подтягивания и отжимания на брусьях. Накал страстей на поле, эмоции болельщиков. В Махачкале завершился первый розыгрыш Кубка национальной футбольной лиги. В финальном матче встречались команды из Казбековского района и Южно-Сухокумска. Атмосферу игры передает наш корреспондент Курбан Рагимов. Ура! Поздравляем, друзья мои! Всем желаем хорошего матча, хорошего настроения! Казбек против «Нефтяника». Эти команды не были фаворитами турнира, но своим желанием и упорством добились права выйти в финал. В эти 50 минут решается судьба первого Кубка НФЛ. Цена ошибки в таком матче высока. Пожалуй, поэтому встреча не баловала. Забитыми голами, однако по накалу борьбы выдалась яркой. Чего стоят одни только болельщики на трибунах стадиона Дагао. Именно они и придали матчу особую атмосферу. С такой поддержкой стремление к победе у футболистов было не отнять. По классу оба коллектива примерно равные. В отведенное для игры время они не смогли выявить победителя. Обладателя трофея пришлось определять в серии пенальти, где более точными оказались игроки из Казбековского района. Обида! Разбек! Удар! Гол! Нефтяник! Проигрывает Казбек чемпион! Казбек! Обладатель Кубка национальной футбольной лиги, друзья мои! Для нас, конечно, это было очень важно. И болельщики. Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам, которые приезжают на наши игры, которые сегодня поддержали нас и были девятым игроком на поле и помогли нам выиграть чемпионство. В спор за первый Кубок НФЛ вступали 14 команд. Все они участники регулярного чемпионата. Проект носит статус официальных соревнований, проводимых под эгидой Федерации футбола республики. Вы сами видели, сколько болельщиков, сколько эмоций. Давно не испытывали на самом деле. И серия пенальти была интересная. А проведение турнира, конечно, ребята проходили. Валамат наш друг, коллега наш обратился с помощью провести официальное мероприятие. И думаю, мы проводим на хорошем уровне. Победители, помимо заветного Кубка, получили денежное поощрение. Игру команды на официальном закрытии отметили известные тренеры, спонсоры команды, а также партнеры футбольного проекта. Ребята молодцы, стараются, бьются. Это самое важное. Видно, что есть команда. Вы знаете, что-то может получаться, что-то может не получаться. Это у всех. И у больших профессионалов, и у маленьких. А вот то, что вы играете от души, то, что вы действительно играете с командой, что одна команда мне понравилась, что вторая. Мы привыкли следить за чемпионатом России, за Лигой чемпионов. Но таких эмоций, которые я испытал сегодня во время того, когда ребята били пенальти, ни одна Лига чемпионов, ну, по крайней мере, через экран телевизора не дает. Вы согласны? Отлично. Ну и телеканал ННТ, радиостанция «Ватан» на протяжении всего чемпионата НФЛ, на протяжении всего Кубка являлась партнером информационным. Мы будем продолжать озвучивать все итоги всех матчей. Обязательно Казбек мы приглашаем. Прямой эфир вы должны всей командой прийти, рассказать поподробнее о своей команде. На этом сезон у футболистов не окончен. В ближайшую субботу они вновь соберутся на этом поле, где подведут итоги чемпионата НФЛ и разыграют призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, Хаджимурад Магаев, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья.